Для того, чтобы мы могли противопоставить что-то сегодняшнему безидеологическому состоянию, в котором пытаются, скажем, ту же религию приспособить в качестве идеологии и так дальше, нужны все-таки какие-то научные основы. Нужна наука. Собственно говоря, зачем нужна любая наука? Наука любая требуется, в общем-то, только для того, чтобы предсказать, предсказать, но предсказать научно, будущее того объекта, который она имеет, ну, та или иная отрасль науки. Это, казается, естественно, и науки об обществе. Что должна, в принципе, сделать наука для того, чтобы она могла что-то предсказывать? Ну, прежде всего, если иметь в виду общественное явление, то от того, что мы будем изучать сегодняшнее состояние, вряд ли мы решим все связанные с этим задачи. Без этого не обойтись, это само собой понятно, но это мы будем, собственно говоря, иметь одну точку на некой шкале развития общества. Мы все с вами помним еще с геометрии седьмого класса, через одну точку можно провести множество прямых, сколько хотите. Надо хотя бы две точки, хотя бы то, что было вчера. И тогда через них, через две эти точки, можно было пройти какую-то линию. Все замечательно. Но вот сегодня я, скажем, профессионально занимаюсь памятниками, памятниками истории и культуры. То есть тем, что было вчера, и как оно отразилось в каких-то материальных образованиях. Но ведь вот что плохо. Те люди, которые думают о том, что же, собственно говоря, было вчера, что собой представлял вчерашний день, как правило, они хотят знать, хотят видеть точнее, не то, что было вчера, а то, что они хотели бы, чтобы было вчера. Почему? Да по той же причине. Они знают, что надо провести через две точки прямую, и поэтому они начинают искать это место для нижней этой точки, такое, чтобы, проведя его через сегодняшний день, получить то, что они хотели бы. Ну, подсознательно, если хотите, или в соответствии с своими интересами, как члены какой-то социальной группы. Но так или иначе, они начинают это менять по-всячески. Но это же можно менять только частично, относительно некоторых вещей. А если мы продолжим дальше, если мы возьмем еще далее, если мы попробуем уже получить не две точки, а три, четыре, пять требуемых глицетов точек, мы через них можем провести какую-то кривую. Это уж вряд ли у нас все-таки развитие идет по прямой линии. Оно идет как-то хитрым способом. Значит, надо провести такую кривую через множество точек. Для этого было бы желательно рассматривать все развитие человечества, а не только то, что было вчера. Для нас, безусловно, важнее всего именно это. Но тем не менее, для того, чтобы это было научное рассмотрение, для того, чтобы мы могли обеспечить научное предвидение завтрашнего дня, а стало быть и бороться за этот завтрашний день, необходимо знать хотя бы в общем, что собой представляет все развитие общества. А можно пойти еще дальше. В конце концов, общество наше человеческое, оно только продолжение развития животного мира. А животный мир – это вообще продолжение развития всего живого, которое начиналось еще с каких-то там коацерватных капель, с каких-то еще аминокислот отдельных и так дальше, и так дальше. Так вот вопрос. Можно ли провести такую общую линию? Значит, очевидно, все-таки можно. Если рассмотреть это все, то получается некая общая идея, которая сводится к следующему. Все развитие живого базируется в основном на интеграционных моментах. То есть, начинается с частичных каких-то образований, которые потом группируются, меняя свои характеристики, меняя свои функции, и таким образом поднимаясь на следующую ступень развития. Потом опять интегрируясь и дальше, и дальше, до тех пор, пока не пришли мы, собственно, к тому, что мы на сегодняшний день имеем. Конечно же, начинать сейчас излагать всю эту идею, начиная с корсервантных капель, можно было бы, и, может быть, это даже было бы интересно, но это не соответствует сегодняшней нашей теме. Вот поэтому достаточно сказать вот то, что я сказал. А вот что касается общества, то здесь мы действительно имеем некий интеграционный процесс. Ну, посмотрите сами. Сначала были совершенно разрозненные первобытные племена. Потом между ними начали возникать какие-то связи. Эти племена начали и делиться, распространяясь по планете, и объединяться, создавая более крупные, ну, для начала, этнические объединения, а потом и некоторые другие объединения. Дальше у нас есть крупнейшие державы древности. Конечно, это в основном были рабоводельческие державы. Потом их было немного в море, вот этой первобытности. Потом постепенно формируется уже феодальный строй, который распространяется гораздо больше в Старом Свете, причем так, что они становятся ближе друг к другу, эти отдельные образования. Они уже начинают давить друг на друга, они начинают взаимодействовать друг с другом. И, наконец, великое географическое открытие, которое положили начало глобализации, когда история начинает все более и более становиться всемирной. И вот мы сегодня с вами находимся уже на вот этой ветве, последней ветве, которую можно рассмотреть более внимательно. Что собой представляет вот такая схема, я ее просто попытался изобразить графически. Эта схема базируется на марксистских представлениях о том, что был первобытный общественный строй, потом было три строя классовых, благогладельческий, феодальный и капиталистический, который продолжается на сегодняшний день, и, наконец, предполагаемый классиком, пока что умозрительный, это коммунизм. Здесь это представлено с точки зрения той, о которой я вам с самого начала сказал, то есть с точки зрения интеграционной. Каким образом постепенно человечество интегрируется в единственное целое, и с этой точки зрения коммунизм представляет собой просто общество человечества. То есть такое общество, которое не разделено ни на какие другие социальные группы. Другое дело, что там могут быть любые другие группирования, это само собой, но нас на социальной группе полностью исключается. Значит, то есть общество человечества как единое целое. Повторяю, сегодня это умозрительный подход. Зачем я всё это дело рисовал, если эта вещь известна? Значит, вот почему. Часто, когда говорят о развитии общества, говорят о том, что здесь может быть применена известная всем вам геглевская схема диалектики, развитие, наверное, тезис, антитезис, синтез. Вот, и если начинать это в смысле класса общества, то вот эти три классовых формации таким образом нам и представляют это развитие. Но если посмотреть шире, если охватить полностью всё, и первобытный строй, при котором человечество провело от третьей до половины времени своего существования, то есть это был огромный исторический период, и если ещё сюда добавить умозрительный коммунизм, пока умозрительный, но вроде получающийся, если эту линию провести, о которой я говорю, интернат-интеграционную, то здесь получается, что мы можем охватить весь этот период в этой схеме, когда у нас получается тезисом первобытное общество, антитезис классовое общество, и, наконец, бесклассовое общество коммунизм, которое будем надеться когда-нибудь будет, вот тоже мы попадаем в вот эту нордеггельскую схему. Но сложность заключается в том, что вот эти периоды, это, конечно, много говорить надо и объяснять эту ситуацию, сегодня у меня нет на это времени, поэтому я просто скажу, что такие этапы не могут переходить друг к другу непосредственно, они должны иметь обязательно переходные этапы. И здесь нарисовано два переходных этапа, то есть сначала общество общин, и, наконец, между капитализмом и коммунизмом переходный период социализма. Ну, как вы знаете, что такое социализм, до сих пор никто толком сказать не может, то, что говорили классики, а Маркс вообще не любил этого слова употреблять, он так почитал первый этап, первая фаза коммунизма. Правда, и Энгельс, и Ленин использовали это слово, но неважно. Короче говоря, здесь это просто показано как определенный этап. Что это такое, можно, конечно, специально об этом говорить, я об этом много писал, но сегодня мы сейчас этот вопрос будем затрагивать только косвенно, в связи с дальнейшим разговором. Итак, вот такая вот схема. Что является действующим, что является вот этим интеграционным моментом именно на этом этапе развития, этапе развития человечества, как показали классики и маркризма, основным является разделение труда, то есть повышение производительности труда, которое возможно на этом этапе только за счет разделения труда. Что собой представляло это разделение труда? Сначала его, конечно, совсем не было в первобытном обществе, кроме полувозрастного. Там понятно, что в разный пол, в разный возраст делали разные вещи, кроме полувозрастного. А дальше появляется разделение труда. То, что у нас обычно было принято называть разделение умственного и физического труда. Это не совсем то, что мы пока будем использовать такое выражение. Итак, мы получили классовое общество, где произошло вот это разделение труда. И как показал, опять же, тот же Маркс, при этом производство представляет собой и тогда, и в дальнейшем соединение двух факторов. Фактор личностный, то есть непосредственный труд, рабочая сила, используемая для производства этого труда, и фактор вещественный, это средства производства, которые обеспечивают определенные условия труда. И они разделяются, соответственно, вот этим двум социальным классам, двум важным социальным группам. Одна из которых отвечает за рабочую силу, вторая отвечает за средства производства. И это на протяжении всего класса общества так и продолжалось. И в основном это разделение было в таких псевдо-социальных организмах, как государство. Но со временем, как я вот только что говорил, все больше и больше возникают связи между отдельными социальными образованиями. И постепенно, начиная с Великой Географической Открытий, это разделение приобретает всемирный глобальный характер. Сначала оставаясь, ну и сегодня еще частично, оставаясь таковым внутри отдельных вот этих социальных образований, то есть государств, но все больше приобретая международную форму разделение между одной из групп государств, скажем так, которые воплощают в себе вот этот, будем так говорить, умственный труд и второй группы, а точнее всем населением мира, которые воплощают в себе труд физический. То есть, другими словами, начиная с конца 15 века, с открытия Холумба и так далее, Васкадагама и так дальше, начинается глобализация, то, которое сегодня так у нас много говорят. Чем отличается сегодняшняя глобализация от глобализации вообще, которая ведется с тех пор... Дмитрий, пожалуйста, можно конкретно в значении слова? Глобализация? Скажу об этом, скажу. Пока что я имею в виду, что происходят процессы не в рамках отдельных регионов Земли, а в рамках всей Земли, всепланетных рамках. Я пока что употребляю в этом смысле. А сейчас мы поговорим более конкретно о том, что сегодня имеется в виду в этом смысле. Но для того, чтобы обсуждать сегодняшние, именно сегодняшние, современные социальные процессы, нам придется выйти за рамки классического марксизма. Как вы знаете, Маркс смотрел на историю, на развитие истории, как на некий всемирный процесс уже в те времена. То есть он считал, всегда его считал всемирным, этот процесс. Другими словами, если уж какие-то изменения происходят, то они происходят во всем мире. Независимо, то связаны между собой эти регионы или не связаны. Просто таковы внутренние, закономерные развития общества, и тут никуда не денешься. Вот, каждая даже отдельная, локальная группа все равно будет идти туда же. То есть, нечто вроде группы велосипедистов, которые едут в одном определении, в одном маршруте, они могут меняться, так сказать, местами, кто-то остается, кто-то, но все равно они едут вместе, едут туда, куда им надо. Поэтому Маркс в свое время говорил, что поэтому развитая страна сегодня в стране развивающейся показывает только ее собственное будущее. С тех пор, как Маркс это сказал, прошло уже более полутора сотен лет. Что мы видим? Произошло ли... Да, и кстати, он говорил, что сам по себе капитализм за счет всемирной торговли, он обязательно придет к нивелированию этого процесса, и все страны будут более или менее одинаковые. Что мы видим в результате? В результате мы видим, что никакого нивелирования не происходит. Происходит в коизвестном смысле даже усугубление той разницы, которую мы имеем между Западом сегодня, так сказать, центральной частью мира, и всем остальным миром. Никто не догоняет. Кое-кого Запад подтягивает в виде, так сказать, таких самых своих, будем так говорить, промышленных придатков там вроде Южной Кореи. И все, все остальные, как были нищими, так нищими и остаются. Как, допустим, Эфиопию 40 лет тому назад подкармливали, потому что она жить не могла сама по себе, так и подкармливают по сегодняшний день. Ничего с этим нельзя сделать. А подкармливают, конечно, по мизеру, в основном, там раскрадают это все дело. Но это уже разворовит. Но это уже другой разговор. Так вот, в чем же дело? Ошибался Маркс? Да ничего подобного. Марс, конечно, в Марсе и были кое-какие ошибки, но это все было в основном по мелочам. В принципе, это он был практически всегда прав. Это был человек с железной логикой. Так в чем же все-таки дело? А дело в том, что на исходных неверных постулатах нельзя построить верную теорию. Были ли у Марса постулаты неверными? Да нет, они у него тоже были верными, только просто не все. Потому что Марс с Энгельсом базировались на том состоянии науки, которое было полторы сотни лет, в том числе и исторической науки. И с тех пор в этих запахах полторы сотни лет очень много людей чего сделали. В том числе было сделано колоссальное открытие в социальной жизни. Было оно сделано в 30-е годы уже 20-го века великим английским историком Арнольдом Тойнбюк. Он открыл цивилизационное строение человечества. Он немножко не... То есть он показал, что человечество не развивается как целое. Что человечество развивается в виде отдельных локальных групп, которые имеют свою собственную культурную идентичность. И который обеспечивает развитие... Вот если вспомните когда-то многие здесь уже люди такого... Если не моего возраста, то близкого. И знают как в наших книгах Энгельсу иногда так слегка пеняли, когда он сказал, что существует два вида обеспечения развития. Один это обеспечение средств к жизни и другой обеспечения самой жизни. То есть другим словом, конечно, Энгельс не имел в виду биологическую жизнь. Это биологическое, но есть биологическое. Он имел в виду превращение человека в социальное существо. Так вот происходит это. Происходит это только вот в этих цивилизациях, которые представляют собой определенные культурно-исторические организмы. И вот эти цивилизации не просто развивались неравномерно, а они развивались циклично. То есть, другими словами, каждая цивилизация из тех, что было, тот же Тойнген считал их 21 штуку, правда, по другим его вариантам было 35. Ну, короче, это все не установилось до конца, но сама идея безусловно правильная. Так вот, он имел в виду, что такая цивилизация Назар рождается, она развивается, доходит до своего расцвета, постепенно начинает загнивать и в конечном счете гибнет. Но гибнет не в том смысле, что эти люди где-то исчезают, а в том смысле, что либо на ее месте, либо под ее влиянием, либо рядышком, и так дальше возникает некая следующая цивилизация. И вот, с моей точки зрения, это уже моя точка, цивилизационный процесс развития человечества и формационный процесс развития человечества, это вещи, взаимосвязанные с каждой новой форматой рождается и новая цивилизация, и наоборот, каждая новая цивилизация связана с развитием новой форматой. Доказывать я этого сейчас не буду, потому что это нас увело бы далеко в сторону, вот, только просто вот постулирую такой момент. И вот эта картинка именно это и показывает, то есть, другими словами, рабовладельческие цивилизации, потом дальше цивилизации, цивилизации феодальные, а это немножко иначе. Вот здесь начинается та самая гласболизация, о которой мы говорили. Феодальные цивилизации пытались подвинуть друг друга, они уже уперлись друг в друга. Каждая цивилизация для своего появления и развития требовала какого-то материала. Этот материал был в виде вот тех образований социальных, которые не вошли из этих цивилизаций. А здесь старый свет оказался уже почти полностью заполненным феодальными цивилизациям. Они были разными, они были не похожими друг на друга. Османская империя и, допустим, Западная Европа были очень разными. Тем не менее, там и там был кодолизм. Был кодолизм и в других местах. Был он, имел место и в Китае, и в Индии, и в целом ряде других цивилизаций в регионах. Но был разным, безусловно. Но все эти, каждая из этих цивилизаций пыталась расширить свои границы, воздействуя на соседние, только ничего из этого не получалось, потому что ни в одной из них не было ресурса определенного, который обеспечил бы им господство. А тут друг, одна из цивилизаций, а именно западноевропейская, по целому ряду причин, которые тоже сейчас обсуждать не будем им это долго, выходит за пределы Старого Света. Она выходит в Новый Свет, Великое Египетическое Открытие, благодаря своему определенному уровню, как социального развития, так и формационного развития, она уже находится на стадии позднего феодализма, она получает дополнительный ресурс для того, чтобы воздействовать на другие цивилизации. И вот этот дополнительный ресурс начинает менять всю ситуацию в мире. Другой великий историк и экономист, я имею в виду Фернан Бродель, французский, которого, к сожалению, у нас не очень хорошо знают, значит, он специально рассматривал эти вещи, он исследовал экономическое развитие Европы, Западной Европы, разумеется. И всех остальных цивилизаций, которые были, каким образом они развивались. Известно, что темп развития цивилизаций феодальный был где-то 0,35%. Вот примерно такой. Годовой темп развития, я имею в виду, понятно, да? Но 0,35% увеличился годовое производительность, производство продукта. Что произошло с Европой? Сначала у него было примерно то же самое. А дальше за счет эксплуатации своих заморских колоний и через них эксплуатации других феодальных тоже, повторяю, сложная ситуация, много об этом говорить, но тем не менее, благодаря этому, значит, начинает увеличиваться темп развития европейский. Темп развития это доходит где-то до полутора процентов скорость развития, что резко меняет ситуацию. И тем не менее, примерно первых три века Европа мало чем отличалась Западная Европа, я повторяю еще раз, мало чем отличалась от других цивилизаций по своему уровню развития. Также в это время эксплуатировался трудящий на себя люд, а вообще говоря, началось развитие капитализма. Также точно даже сильнее была эксплуатация, но дело начинает резко менять. Африку вообще обезлюдили. Есть такая точка зрения, что за эти годы работовой Африка потеряла где-то 120 миллионов человек своего населения, говоря о том, что была полностью деформирована ее хозяйственная жизнь. Короче говоря, Западная Европа опустошала мир, но за счет этого развивалась. И когда Энгельс в 1847 году пишет свою известную книгу «Положение рабочего класса в Англии», там показано, какова была жизнь вот этих трудящихся Англии. Мало им помогало то, что грабили весь мир. Мало помогало. Но когда в 1898 году эта книга передается в Америку, идет предисловие Энгельса, которое показывает, как резко, представьте себе, полвека, всего прошло полвека, как резко меняется ситуация. Так вот, Продавель в свое время показал, что вот та ситуация, что менялась за счет машинного производства, она была обеспечена всеми этими четырьмя веками грабежа всего мира, и за счет этого темпы развития дошли до 2,5%, а весь остальной мир так 0,3% как имел, так он и имел. Так все это дело и оставалось. И вот в это время, как описал тот же Бродель, Англия до последнего человека начала пользоваться плодами вот этого господства на протяжении всего этого времени. И в это время, в это время начинает формироваться современный капитализм, который представляет собой некий айсберг, плавающий в неком океане, в котором верхушка айсбергска, одна десятая его часть, это золотой миллиард, и весь мир, на котором он базируется, который обеспечивает плавучесть, работающий на эту самую Европу. Другими словами, когда нам говорят, что капитализм это западная Европа, или там скажем Америка, это абсолютно неверно. Капитализм имеет вот именно мировой, вот где уже глобализация настоящая, капитализм в принципе глобальное явление. То, что мы имеем в западной Европе, а потом в Америке, не могло бы быть в принципе, если бы не опиралось на весь остальной мир. То есть капитализм явление глобальное. И капитализм создавал во всем мире разные явления. Вот скажем, рабство, казалось бы, это рабо-ладительское общество, а что такое рабство на плантациях Луизианы? Это капитализм. Это капитализм в своем чистом виде. Без этого рабства, как казалось бы, возвращение Бог знает куда, без этого рабства капитализм выжить не мог. Мануфактурная и западная Европа, хлеб нужен, нужен, но уже не получается. В Польше возникает вторичное закрепощение крестьян. Это феодализм? Нет, это капитализм. Это капитализм. Это глобальное явление. Западная Европа, как паук, как спрут. И вот здесь это так и показано. Вот некий центр. То есть, мы дошли в принципе до предела концентрации. Дальше идти в этом направлении уже некуда. Мы имеем мировое явление, которое, конечно же, будет меняться, которое, конечно же, каким-то образом будет подстраиваться под новые средства производства, уровень развития и так дальше, но меняться ему уже некуда. Все, стоп, точка. Потому что мы имеем уже полную интеграцию, дальше некуда. Но дело в том, что интеграция в принципе существует двух видов. когда любые системы интегрируются между собой, а это, как я уже только что говорил, происходит на протяжении всей истории человечества, да и в общей истории развития биологических явлений на протяжении жизни, интегрируется двумя путями. Это может быть либо интеграция между одинаковыми элементами, которые, соединяясь вместе, дают новые качества, либо это может быть подчинение остальных элементов одному определенному элементу, который тоже дает новые качества. Вот существует их два. В общественной жизни у нас любят говорить про талитаризм и про демократию, в какой-то мере отражает, хотя не совсем точно, потому что вот эти два способа интеграции, они в чистом виде не бывают. В основном это слои, одно на другое наслаивается, а что касается общества, то никакой демократии никогда не было демократии для всех. Вопрос в том, что считать демосом. Демос в Афинах, так сказать, колебель демократии представлял собой только свободных, а все остальные, извините. демократии, а вот даже они себе даже так представляли, что это нормально, вот Александр Иванович вспоминал об этом, даже в утопиях, они себе ничего другого не представляли. То же самое было в феодальной демократии, там, в какой-нибудь Генуе, или, допустим, в этом самом, или в каком-нибудь, в какой-нибудь Новгороде, вот, или, скажем, представьте себе величайшую вольность, вольность свободных шляхты в Польше, да, не позволяем, и все, и весь разговор, это касалось холопов, да, никоим образом, понятное дело. И сегодня демократия, если она есть буржуазная, что есть буржуазная демократия? Это есть политическое влияние пропорционально капиталу. Больше капитала, больше у тебя и демократии, соответственно. Демократия, это возможно, в принципе, только в вот этом, так называемом, свободном мире, золотом миллиарде, Западе, называйте его, как хотите, и только за счет того, что, что существует вот этот весь остальной мир, на котором можно плавать, вот этот альберг. Больше иначе, то есть любая демократия, это вот такой вот альберг. И с этим ничего нельзя делать. Другой, в принципе, не бывает, потому что демократия, в принципе, это способ организации господства высшего класса, не более того. Вот, так к чему я все, собственно говоря, это веду? Что вот сегодня мы практически вот имеем вот эту глобализацию как некое структурное завершение вот того процесса, который происходил на протяжении четырех, даже больше, почти пяти веков, который, естественно, менялся по форме, в зависимости от слов, и так дальше, и так дальше. Вот сегодня мы это и имеем. И мы попали как раз вот в эти самые жернова. Но, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь все-таки, все-таки, в конечном счете, мы рассчитываем на то, что раньше или позже вот это восподствующие социальные группы должны исчезнуть. Что человек все-таки должен остаться просто человеком, а не членом какой-то социальной группы, либо восподствующей, либо подчиненной. Все-таки, с этой точки зрения, и с точки зрения, опять же-таки, теории развития, в которой тоже, к сожалению, они могут здесь распространяться слишком много, долго нет времени на это. Значит, все-таки, должен наступить момент, когда люди будут действительно равными. То есть, они не будут входить ни в какую социальную группу, когда их не будет никакая социальная группа подчинять своему влиянию по отношению ко всему остальному человечеству, а следовать, вот это будет момент, когда индивидуальные свойства человека разовьются наиболее широко. Они не будут подавляться его социальным положением в какой-то определенной социальной группе. Это вот и надеемся, что это будет коммунизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова